Ведение конспекта Я более того выступаю за то, чтобы вы писали конспекты максимально дословно Сделать это необходимо по нескольким причинам Во-первых, это дисциплинирует, это способствует выработке вашего неповторимого и уникального авторского стиля Во-вторых, это поможет вам во время произнесения проповеди Дело в том, что эмоциональная нагрузка во время произнесения проповеди колоссальная Иногда забываешь, как тебя самого зовут, как маму зовут Мысль неожиданно уходит, выскальзывает И необходимо иметь четко написанный конспект Для того, чтобы глаз мог вовремя зацепиться за какую-то строчку Чтобы вы могли успокоиться какое-то время Даже прочитать незаметно Ну а потом снова войти в колею Конечно, если вы пишете конспект дословно Это не означает, что вы его будете читать за кафедрой Читать, конечно, нужно умело Подглядывая изредка в конспект Прочитывая глазами какую-то фразу И воспроизводить ее необходимо уже, глядя на слушателей Поэтому располагайте текст удобным для чтения образом Я вам советую не скупиться на пробелы Не нужно экономить бумагу в данном случае Не скупитесь на пробелы Все зависит от скорости вашего чтения Если вы сможете, бегло взглянув в конспект Быстро прочитать три строчки Тогда делайте пробелы Оставляйте пустые места через каждые три строчки Если вы читаете довольно быстро То пробелы можно делать между, так сказать, четырьмя или пятью Или даже больше строчками Дело в чем Необходимо успеть за одну-две секунды Того момента, как вы смотрите в конспект Все это дело прочитать И потом воспроизвести Уже глядя на аудиторию Поэтому ключевые мысли всегда нужно выделять Для того, чтобы вы их видели, что называется, заранее Хороший музыкант, кстати, когда читает ноты с листа Он всегда читает немножечко вперед Как бы забегая вперед То есть он играет, но смотрит уже на несколько тактов вперед Хороший проповедник делает примерно то же самое Он произносит речь, но смотрит, что там у него в конспекте, собственно, написано дальше А дальше крупным шрифтом выделен заголовок Какая-то ключевая мысль, формулировка пункта или подпункта Скелет пункта и подпункта Лучше выделять большим размером и иным типом шрифта Пожалуйста, пусть он визуально отличается Также никто не отменял делать еще и пометки Вы можете весь свой конспектор разрисовать цветными маркерами Нарисовать на полях очки Напротив важных мыслей Ставить восклицательные знаки Писать ноты бене и так далее Выделяйте цитаты Вот то, что вы будете цитировать, то есть намеренно зачитывать Можно писать уже без пробелов между строчками И лучше это выделить даже со смещением табуляции чуть-чуть вправо Выделяйте примеры Обязательно выделяйте примеры Примеры лучше всего выписывать дословно Иначе вы со временем забудете Так сказать, все нюансы В конспекте их тоже выделяйте особо Я делаю их наклонным шрифтом И тоже со смещением табуляции вправо Как и цитаты Вот пример конспекта Это не идеальный конспект, конечно Это просто мой конспект У меня чужих, к сожалению, нет Наверное, есть более хорошо организованные конспекты Ну вот пример Проповедь называется «Благодарность Богу» Это рабочее название, не для публикации Поэтому я не особо много думал над формулировкой Дальше написано «Вступление» Несколько фраз, которые я произнесу Дальше идет цитата стихотворения Пастернака Обратите внимание, она другим шрифтом набрана И смещена вправо Дальше идет текст У меня обычно пробел идет после двух или трех строчек Для того, чтобы мне было комфортно Глазом успевать зацепляться за всю фразу И тогда уже воспроизводить ее, глядя на аудиторию Дальше идет посылка Она, как видите, выделена Жирным шрифтом, подчеркнута И даже отмаркирована по центру Для того, чтобы глаз сразу за нее зацепился Потом идет текст священного писания Он уже идет без пробелов Потому что я его зачитываю На всякий случай я его в конспект всегда вставляю Хотя, конечно, когда вы стоите за кафедрой Читать лучше из Библии Но глуповато выглядит Когда у вас открыта Библия в руке А вы смотрите в конспект Зачитывая библейский текст Но на всякий случай в конспекте я его всегда ставлю Дальше повторяется посылка Идет вопросительное предложение Переходное предложение И вот, собственно, пункт сформулирован Мы благодарим Бога за Церковь Иисуса Христа Он выделен, видите, жирным шрифтом Дальше подставлен стих На который я буду постоянно обращать внимание слушателей Это делать очень важно, кстати Когда вы проповедуете Всегда обращайте внимание слушателей на библейский стих Вы должны сказать Вот это написано в 16 стихе Взгляните, братья и сестры, в 16 стих Непрестанно благодарю за вас Бога Дальше идет текст Опять цитаты из стихотворения Табуляции, уведенные вправо Дальше идет цитата Она тоже выделена чуть-чуть вправо Ну и так далее Вы видите, что здесь подпункты выделены Значит, выделены примеры Выделены, так сказать, разного рода мысли Ну и так далее Вот все тексты Они разделены Пробелами Для того, чтобы было удобно читать Не всегда Здесь все это последовательно сделано Но это мой конспект Мне, во всяком случае, было удобно Ну и так далее Вот довольно значительная цитата Ее даже я Крупнее выделил В общем, примерно так организован конспект Вы можете придумать свою уникальную методику составления конспекта Вы можете поэкспериментировать с тем Как вам будет удобно располагать материал Делайте конспект удобным для чтения Для вашего чтения И тогда все будет у вас хорошо Что же мы должны двигаться дальше? Мы перейдем к произнесению проповеди Субтитры подогнал «Симон»